Постоянно полные контейнеры. Однако оставляют в них мусор не только жители. В четвертом микрорайоне это частое явление. Некоторые магазины решают экономить и бросают отходы в общую кучу. Мусор все они кидают туда. Эти магазины тоже у вас сначала туда же кидали мусор. Вот эта территория, все мусори от того, что магазин и вот эти пакеты их, которые они бросают. Вот этот весь мусор вот здесь у меня подъездит. Когда я выхожу, я их собираю и бросаю в мусорку. И таких примеров достаточно много. От жителей поступают десятки звонков о том, что предприниматели не соблюдают правила благоустройства, замечают нарушителей и водителей мусоровозов. Поступают жалобы от мусороперевозчиков. Допустим, они обнаруживают коробки, несвойственные отходы жителям. Коробки, там какие-то цветы, овощи гнилые и так далее. Такие поступают жалобы. Порой даже они видят, кто выносит. Дело в том, что за эксплуатацию вот этих контейнеров платят у нас жители города. Как показывает практика, большинство жалоб оправданы. Коммерсанты-нарушители в этом случае получают предписание. С лицензированным предприятием спецкоммунсервис. Счета фактуры, то есть подтверждение того, что договор исполняется, все предъявлено. Вот так, в общем-то, и должно быть у каждого индивидуального предпринимателя. А с этим магазином почти все в порядке. После предписания предприниматель оформил все документы. Хотя, по словам бизнес-леди, это случайность, что договора не было раньше. До этого был заключен договор с 15-го года. В этом году успели заключить. В ближайшее время отдел экологии продолжит проверку всех торговых объектов города. Если у предпринимателей не окажется необходимых документов на вывоз ТБО, им придется раскошелиться. За нарушение правил благоустройства грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.